Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава Евангелия от Луки. Я читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. Иисус идет в Иерусалим, и в прошлой главе уже вполне ясно сказано, какова стоимость этого путешествия не в деньгах, а в жизни его собственной, когда он предупреждает о том, что, во-первых, он будет предан в руки людей, а во-вторых, тот, кто хочет идти за ним, должен взять свой крест, то есть орудие своей собственной казни, и за ним пойти. Но по дороге еще много чего произойдет. Десятая глава об этом как раз. После этого Господь призвал 70 других учеников. В части рукописи, кстати, 72, вот эти апостолы от 70, у нас есть 12, но Лука еще дополняет, что их было 70, и это может быть похоже либо на 70 народов в 10 главе Бытия, 70 старейшин в 11 главе книги Чисел, которых назначает Моисей, ну, а может быть, 72 – это 6 раз по 12, то есть тоже такое символическое число. Такая полнота, да, вот структура общества, 12 – это всегда ближний круг, как 12 племен или колен Израилевых, а 70 или 72 – это совокупность всех. 70 других учеников. Он отправил их перед собой по двое в каждый город и вообще всюду, куда он собирался прийти, да, то есть вот такая торжественная процессия, и уже его готовят. Он к его приходу готовит каждый город, каждое село. Он говорил им, урожай обилия на работников мало, так что молите господина урожая, пусть пошлет еще работников собрать этот урожай. Ступайте, я отправляю вас слов на овец, стоя волков. Не берите ни кошеля, ни сумки, ни запасной обуви, а по дороге не останавливайтесь никого поприветствовать. Это, кстати, важный момент, как 12 он тоже отправлял с такими указаниями, но здесь еще не останавливайтесь никого поприветствовать. Понятно, что древний Ближний Восток, это прям встретил знакомого, и надолго вы застряли обсуждать новости каждого из вас, и там радоваться общению. В какой бы дом вы ни вошли, прежде всего пожелайте мира этому дому. Если кто в доме того достоин, ваше пожелание сбудется на нем, а если нет, оно возвратится к вам самим. То есть не судите, кто хороший, кто плохой. Желайте мира всем, а дальше мир сам найдет, кому он достанется. Оставайтесь в этом доме, ешьте и пейте, что там найдется, ведь всякому работнику полагается содержание. То есть вы работаете на отца, и вот вам там найдется содержание, как кормят работников на пашне. Из одного дома не переходите в другой, то есть не ищите, где получше. И в какой бы город вы ни вошли, если вас там примут, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте тех, кто там болен, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божье. А если не примут вас в городе, в который вы вошли, заявите прямо на его площадях. Даже пыль, что пристала к нашим подошвам в вашем городе, мы отряхиваем перед вами. И все же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. То есть, что Царство приблизилось не зависит от приятия или неприятия людей, но отряхивание пыли – это знак отвержения. Нет, я не имею с вами вообще ничего общего. Говорю вам, даже Содому в известный день, то есть в день суда, достанется меньше, чем этому городу. В смысле, будет наказан не так строго. Содом – это, конечно, город, который был разрушен Богом, в книге Бытия описан. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вевсаида» – название городов на берегу Геницарецкого озера. «Если бы в Тире и Сидоне, а это языческие города в Финеке, явлена была та же сила, что и у вас, давно бы они раскаялись рубящие пепли, обычай покаяния, человек одевает рубище, то есть какую-то очень грубую одежду и посыпает себя пеплом, то есть тем, что выбрасывается, тем, что сгорело. Даже Тиру и Сидону на суде достанется меньше, чем вам. А ты, Капернаум, кстати, главный город, где той области Галилеи, где Иисус часто бывал, а ты, Капернаум, что, вознесен ты до неба, будешь не сдвинут до ада. Кто слушает вас, ученики, слушает меня, кто отвергает вас, отвергает меня, а кто отвергает меня, отвергает того, чей я посланник». Такие жесткие слова в адрес городов Галилеи, казалось бы, родной стороны Иисуса, но вот вопрос в том, слушают они или отвергают они в том, ходил ли он по их улицам, любит ли он там тенистые, я не знаю, переулки или шум, не знаю, птичек, которые поют на его окраинах. Вот нет этой ностальгии, а есть очень простая вещь – либо принимают, либо отвергают. Когда 70 учеников вернулись к Иисусу, они с радостью рассказали, «Господин, даже бесам мы приказываем твоим именем, и они покоряются». Вот, сработало. А он ответил им, «Я видел, как молнией падал с неба сатана». То есть его поражение уже состоялось. «А вас я наделил властью попирать змеи, скорпионов, как и всякую вражью силу, и ничто вам не повредит. И все же радуйтесь не тому, что вам покоряются духи, а тому, что имена ваши записаны на небесах». То есть способность изгонять духов – это лишь производная. «И тотчас Иисус исполнился радостью Святого Духа и сказал, «Благодарю тебя, Отец, Господь неба и земли, что ты скрыл это от мудрецов и людей разумных, но открыл младенцам. Да, Отец, в том и состояла твоя благая воля». Вот у нас было не так давно описание ребенка, которого он ставит среди них и говорит, кто примет его, принимает пославшего меня. И вот здесь буквально это повторяется, немножко в другом правдовиде, но вот эти простые люди, которые, может быть, больше, чем апостолы от 12, даже понимают, ну, по крайней мере, в своем доверии Иисусу и в своем принятии того, что он говорит. «Да, Отец, в том и состояла твоя благая воля. Все получил я от отца. Никто не знает, каков сын, кроме отца, и никто не знает, каков отец, кроме сына и тех, кому сын пожелает открыть». Такое богословие, которого у Луки в чистом виде довольно мало, но вот здесь есть. Повернувшись к ученикам, он сказал им особо, «Благо вам, что ваши глаза это видят. Говорю вам, многие пророки и цари хотели видеть то, что у вас перед глазами, но так и не увидели. Желали слышать, что вы слышите, но так и не услышали». И тут появился один знаток закона. Он спросил Иисуса, чтобы его испытать. «Учитель, что мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь?» Такой хороший, правильный вопрос, но довольно эгоистичный. «Что мне сделать, чтобы мне?» Иисус его переспросил, «А что написано в законе, ты же читал?» Понятно, что ничего нового он не хочет этому человеку открыть. Тот ответил, «Полюби Господа Бога своего от всего сердца, от всей души, изо всех сил и всем разумом, а еще полюби своего ближнего, как самого себя». Действительно, цитата из книги Второзакония, кстати, насчет разума там ничего нету, но неважно, это такое небольшое дополнение, толкование расширенное. «Иисус сказал, твой ответ верен, так поступай и будешь жить». То есть, вот человек хочет для себя, и Иисус, в общем-то, ему отвечает, ну, как бы не прогоняет его с этим вопросом, но отвечает хрестоматийно. Но он хотел сам себя оправдать и спросил Иисус, «А кто для меня ближний?» Очевидно, смотрите, какая есть идея. Вот я не всем помогаю, я не люблю всех. Я, кстати, тоже всех не люблю. Наверное, нет человека, который любит всех, кроме Иисуса. И тогда, ну, я же скажу, это не ближний ему, это какой-то вот плохой, дурной человек. И Иисус на это сказал, дальше знаменитая притча идет. «Один человек отправился из Иерусалима в Иерихон, два города, и по дороге попал в руки разбойникам. Они его разделили, избили и ушли, бросив его едва живым. Вышло так, что по той же дороге путешествовал священник. Он его увидел, обошел стороной. Оказался на том пути и левит, левит помощник священника. Он точно так же увидел его и обошел. Кстати, почему они его обошли? Возможно, они шли в обратную сторону, в Иерусалим, на богослужение. А прикосновение к мертвому телу оскверняло. Если бы они его потрогали, а он мертвый, они осквернены, не могут служить в этот день и на следующий. Если бы он у них умер на руках, они его там подняли, понесли куда-то, стали помогать. То же самое. Поэтому сначала вот Богу-Богову, да, а этот пусть тут валяется. Потом проходил той же дорогой самаритянин. Увидел его и пожалел. А самаритяне – это враждебная иудеям национальность. Собственно, по религиозной причине враждебная, потому что это такая версия иудаизма немножко другая. И поэтому это вот еретик, чужак. Дальше все плохие слова, которые только можно сказать про людей другой национальности. Я не буду говорить в эфир. Скажите их сами, если хотите. Можете не говорить. То есть вот проходил этот, запикиваем, увидел его и пожалел. Он подошел, смазал его раны оливковым маслом, омыл вином. Масло смягчает вино, дезинфицирует. И перевязал, положил на собственного мулы, отвез в гостиницу и там позаботился о нем. Следующим утром уезжая, ну, понятно, там по делам же, он дал два динария хозяину гостиницы и сказал, ухаживай за ним, если потратишь больше, я с тобой расплачусь на обратном пути. Как ты думаешь, кто из троих оказался ближним для человека, ставшего в жертве разбойников? Тот ответил, тот, кто поступил с ним милосердно. Иисус сказал ему, иди и сам поступай так же. Смотрите, это рассказано в ответ на такой вопрос самооправдательный, кто мой ближний. Уж, конечно, не самаритянин. Уж, конечно, священник и левит, наверное, ближе иудею, чем этот чужак из еретической какой-то в общности людей. А Иисус говорит, ты сам делаешь ближним себя для того, с кем ты поступаешь определенным образом. Поэтому люби ближнего, это не граница, вот ближнего люби, а дальний там пусть горит в аду. Нет, вот ближний, вот он вблизи от себя, вот его люби. И люби не в смысле рассказывай, какой он замечательный, а сделай для него что-нибудь. Вот то, что сейчас необходимо. Иди и сам поступай так же. И тогда ты обретаешь вечную жизнь. Смотрите, это толкование на заповеди. Иисус не дает новой какой-то заповеди. Он говорит, заповедь, знаешь, люби Бога и люби ближнего. А как ты понимаешь эту любовь к ближнему? И на это он рассказывает эту притчу. Любовь деятельная, любовь неизбирательная. Вот мне нравится этот человек. Мои национальности, мои конфессии, мои идеологии, мои тусовки, в конце концов. Я его люблю. Ну, как такого не любить? А этот человек, фу, какой он, он совсем другой. А вот то же самое. Он же рядом с тобой, он ближний. Тем временем они пришли в одну деревню. Их приняла там женщина по имени Марфа. У нее была сестра по имени Мария. И вот она села у ног Господа и слушала его слова. Кстати, повела себя абсолютно неприлично. В традиционном обществе что делает женщина, когда домой пришел почетный гость? Ну, правильно, идет на кухню, срочно накрывает стол, готовит, там убирает. А Марфа заботилась о том, как бы получше их угостить. Вот Марфа себя повела правильно. Наконец она подошла и сказала, господин, тебе не заботится, что сестра оставила все хлопоты мне одной? Скажи, чтобы мне помогла. Ну, вообще-то она права с точки зрения, опять-таки, традиционной этики. А Мария совершенно неприлично себя ведет. Господь сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, сколько у тебя хлопот и суеты? А ведь нужно только одно. Но зато Мария выбрала самое главное, и этой доли у нее никому не отнять. Смотрите, снова переворачивание ролей, как в притче о ближнем, «Милосердный самаритянин» мы ее называем, или «Самарянин», но на самом деле это притча о том, кто мой ближний, а не о том, что там «Самаритянин» был особо хорош. И с другой стороны, вот женская история, Лука любит женские истории, вообще женщин, и он рассказывает, как поменялись роли, вот та, кто вела себя правильно с точки зрения бытового, какого-то традиционного благочестия, та не то, что она неправильно сделала, нет, он ее не ругает нигде, он лишь отмечает, что сколько хлопот и суеты, сколько всяких занятий, а главное-то другое, вот вообще главное-другое. И об этом будет много в этом Евангелии, чем дальше, тем больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok